Компания Red Castle и Международный фонд сороптимистов Марселя представляют Какуна Бэби Мать не может держать на руках ребенка 24 часа в сутки И Кокон заменяет ее так, что дети чувствуют себя более спокойно, как в руках матери, им не так одиноко Кокон заменяет тепло и комфорт материнских рук Доктор Кристиан Пали, руководитель отдела неонатологии Северного госпиталя Марселя Мы поняли, что если ребенка поместить в естественное положение зародыша, то его организм развивается правильно Не возникает тех патологий, что мы наблюдаем в иных случаях Необходимо было изобрести средства для обеспечения такого естественного положения С помощью мадам Цельдюкси нам удалось создать первую модель Кокона Даниэль Цельдюкси, кинезетерапевт Я сделала это с помощью электрического ножа моей бабушки и муса Я вырезала углубления, которые соответствовали изгибам тела ребенка Затем мы задумались над тем, как сделать эти углубления податливыми и упругими И теперь у нас есть это маленькое гнездышко, в котором ребенку очень хорошо И родители нам говорят, что их ребенок стал совершенно другим, более спокойным и веселым Симон Николов, президент фонда сараптимистов Марсель Изобретение этих коконов реально помогало недоношенным детям Я президент фонда сараптимистов Марселя Мы решили подарить 30 коконов для недоношенных детей Чтобы переоснастить большую часть отделения доктора Поли в Северном госпитале Марселя Уважаемый Доктор Мари Фабр Грене Специалист по развитию новорожденных Когда ребенок в животе матери, он пытается вытянуться Но матка его держит в правильном положении После рождения, когда его плут в инкубатор, он тянется И в таком положении работают мышцы Но у недоношенных детей случается после этого гиперрефлексия Он уже может смотреть, что происходит вокруг в свои 40 недель Он имеет полную свободу движения Когда ребенок тянется к чему-либо, у него раскрывается желудок Происходит кислотный рефлюкс Это чисто механически Когда ребенок лежит на спине, его руки находятся по бокам, а не перед глазами Мы получили представление о пространстве, потому что у нас были перед глазами руки И мы научились их координировать Правая рука – правый глаз, левая рука – левый глаз Таким образом, сконструированный кокон создает положение, которое помогает ребенку изучать пространство Итак, мы поместили недоношенных детей в условия, где они будут нормально развиваться Где они смогут получить то, чего были лишены Несмотря на обстоятельства преждевременного появления на свет Мама, я действительно вижу разницу Иногда мне приходится вынимать лауру из кокона и оставлять ее в инкубаторе Она плачет и вертится И как только я возвращаю ее в кокон, я ее больше не слышу Она спокойно спит Это доказывает, что происходит что-то полезное Даниэль Сальдючи – кинезотерапевт Когда мать берет дитя на руки, он спокоен, потому что находится в удобном положении Когда ребенка кладут, он начинает капризничать? Нет, он не капризничает Он просто находится в неудобном положении Он боится упасть И чтобы избежать этих неудобств, нам нужно его собрать позиционно И для этого его кладут в кокон, где он находится как бы на руках у матери Мама, когда малышка в коконе, дополнительных ухаживаний не нужно Она удобно лежит, она не может удариться Ее лицо становится более расслабленным Мне кажется, ей там очень хорошо Доктор Поли, руководитель отдела неонатологии Северного госпиталя Со временем мы поняли, что эти коконы можно использовать не только в инкубаторах Их можно использовать в обычных условиях Ведь мы можем сделать их больших размеров И хотя изначально они использовались как продление дородового периода То теперь стало ясно, что это жизненно важно не только для недоношенных детей Но и для всех новорожденных Потому что положение, в котором они лежат, влияет на их здоровье Симон Николов, президент фонда Сороптимистов Марсель Я считаю, что очень важно, чтобы ребенок развивался в благоприятных для него условиях К счастью для себя и своих родителей Которые очень рады помочь своим детям в их раннем развитии Должна сказать, что все члены фонда настолько были в восторге от этого проекта Что очень быстро нашли то, что нам было нужно Тубсидии, чтобы полностью оснастить отделение неотологии доктора Поли Даниэль Сюльдючи, кинезетерапевт У этих близняшек была выраженная плагиоцефалия Черепная деформация, известная под названием плоская голова Я их положила в коконы в 3 месяца И они там лежали до 6-7 месяцев Когда я спросила маму, могу ли я забрать коконы, она ответила нет Потому что как только им становится грустно, они просятся в гнездышко и там лежат У детей остаются хорошие воспоминания о том, как они находились в коконе Когда им уже по 10-12 месяцев, они все еще просятся обратно И мне приходится делать коконы для детей постарше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...